Слава Украине! Приветствуем от Полуонского! Россия опускается, по-моему, уже на дно, на дно уровня жизни в мире. И вот почему. Дело в том, что, знаете, из России бегут все. Ну, бегут, понятно. Ну, у кого есть мозги, у кого мозгов нету, те отправляют детей на утилизацию в так называемое СВО, детей, мужей, там кого, кто кого отправит. Вот, и больше их, как говорится, никогда не видят. Нет, свято, надеюсь, что им заплатят вот эти гробовые деньги. Ну, за этих мы говорить не будем, там вообще мозг отсутствует, головная. Они, я не знаю, чем думают, наверное, табуреткой, на которой сидят. Вот, а есть люди, у которых мозги есть, и которые драпают куда только можно, потому что на сегодняшний день ситуация на России хуже, чем в любой другой стране мира. Назовите мне хотя бы одного ненормального, который сегодня захочет жить на так называемой России. По-моему, таких нет вообще. А вот россияне бегут. И причем бегут такие россияне и в такие страны, ну, которого раньше невозможно было ожидать даже, даже в принципе. Вот, оказывается, сейчас в Бурятии и в Калмыкии организована группа активистов, граждан, которые просят у правительства Монголии создать эдакое, знаете, подобие карты Монгола. С тем, чтобы можно было, объявив себя частью монгольской нации, а действительно, буряты и калмыки, возможно, даже тивинцы, тут поправьте меня, да или нет, они являются, ну, скажем так, они понимают отдаленно монгольский язык, ну, по всей видимости, вот как по поляке с украинцами. Якщо мы размовляемо, мы разумеемо поляки, воно разумеет, про що мы балакаемо, да? Ну, вот так вот, приблизительно. Может, без деталей, но понятно же, да? Вот. Такое приблизительно, так же, видимо, и у них. То есть, языки подобны, культура общая или похожая, скажем так. И с точки зрения представителей калмыки и представителей бурятии, Монголия должна создать аналог карты поляка, карты румына и так далее. То есть, карту Монгола с тем, чтобы семьи бурятские и калмыцкие, как минимум, а, возможно, и тывинские, могли бежать из фашистской России, забывая ее, как страшный сон, бежать в Монголию, где и уровень жизни повыше, и гораздо безопаснее, и нету идиотов, просто каких-то шизофреников, шизоидов у власти. И вообще можно жить, какое-то можно планировать будущее своих детей, кроме будущего стать котлетой на очередной путинской или шмутинской каразисов. Ведь подохнет Путин, и будет другой, шмутин, он будет еще хуже Путина. Потому что, вы вспомните, ни людоедов в истории России не было никогда в жизни. Или людоед, или упырь, или вурдалак. И вот они чередуются, да? Людоед, упырь, вурдалак. Людоед, упырь, вурдалак. Нормальных не было никогда в жизни, ни одного. Вот, и собственно говоря, поэтому жизнь в России это мучение. И ни один нормальный человек, ну будучи ни пьяным, ни вколотым, ни под воздействием тяжелых наркотиков, жить там не захочет. Потому что это страна ужаса, это страна кошмара, да? Вот, где убивают детей, где забирают детей в эту идиотскую армию, с которой возврата потом нет. И вот, видите, вот даже в Монголию собрались бежать. Даже те, кто, казалось бы, бежать никогда не будут. Будут бежать, увидите, будут бежать. И вот это уже говорит о том, что даже в таких республиках, казалось бы, ну безропотных, уже до них начало доходить, что они просто пушечное мясо путинское. Знаете, сколько буряты послали людей на войну в Украину? Сколько? А сколько их вернулось? Хе-хе, сгулькин нос, да? Вот и я об этом, вот и я об этом. То есть Путин утилизировал сначала мелкие нации, на которых всем плевать. Наконец-то у бурятов, хотя бы у некоторых из них, появилось какое-то подобие сознания. Они поняли, что оттуда надо валить. И причем делать это как можно скорее. И, кстати, да, тут еще один очень интересный момент в связи с этим всем. Если монголы действительно создадут карту Монголии, карту, говорю, монгола, то, соответственно, они признают, как минимум, Бурятию, Калмыкию частями Великой Монголии когда-то. И в дальнейшем, при развале России, тут бог его знает, понимаете, Китай захочет свое, а захочет ли свое Монголия, и хватит ли у Монголии сил оторвать кусок для себя. Посмотрим. Продолжение следует...